Вы знаете, когда мы ввели вторую линию, и самым трудным местом оказалось пересечение реки. В начале у нас, в общем-то, было несколько вариантов. Самый основной вариант, который рассматривался в проекте и в Минтранстрое, это подземный вариант, пройти под рекой и выйти там уже на более мелкий способ производства работы. Но когда еще раз проанализировали геологические условия и просчитали, прикинули, то вариант с прохождением по эстакаде с метромостом оказался дешевле и экономичнее. И такая как-то родилась идея пройти с мостом от Киевской до Барабашова. Ну и там, где мы вышли на поверхность, сделали галерею закрытую, чтобы все-таки климатические условия не влияли на этот кусочек трассы, которая оказалась на поверхности. На пусковом объекте наибольший объем работ предстоит сделать на перегоне от станции Киевская до станции Барабашова. Да, это действительно так. Из открытого участка метрополитена, из оставшегося открытого участка метрополитена, наибольший объем и работ осталось выполнить на перегоне Киевская до Барабашова. На этом участке мостостроители сооружают метромост. И уже во втором квартале этого года намечается переход метромоста через русло реки. На строительстве метромоста будет применяться новинка, то есть на метромосте будет построена галерея, первая в Советском Союзе. Строительство галереи идет как опытно-экспериментальное, и на основе этого строительства и будущей эксплуатации будут разработаны рекомендации по сооружению подобных галерей на строительстве метрополитенов в других городах Советского Союза. А что уже в этом году будет сделано на этом объекте? Сейчас ведется подготовка к сооружению галереи метромоста, и уже в этом году планом предусмотрено соорудить около 200 погонных метров готового участка галереи метромоста.